привет youtube привет почтенное сообщество это видео про запчасти для автомобиля полезно она будет наверно исключительно только людям у которых значит есть иномарки ну и в частности иномарки mitsubishi и в частности вот эта запчасть такая вот достаточно внушительная на вид это запчасть это компрессор кондиционера на автомобиль mitsubishi lancer вкратце расскажу значит предысторию ну думаю кому то нужно будет кому то будет полезно значит лансер на котором ездить жена ну прекрасная машина там 6 лет она на нем ездит но практически не ломалась но ничего там только одна лапочка перегорела ну вот так что-то он сидел сидел засаде потом вдруг раз и появилась вибрация вибрация появилась вот на компрессоре но 2 2 диагностических центра значит официалы и специализированы центр по ремонту компрессоров и кондиционера значит приговорили компрессор ну как приговорили в принципе завибрировали подшипники компрессора вот собственно говоря и все когда так он выкатил такую вот неожиданную трату и значит в силу еще новых обстоятельств курса доллара и прочего до деталька оказалась достаточно такая дорогая и поэтому в принципе я думаю кому то будет полезно сама по себе деталь на скажем на интернет аукционе в интернет магазинах стоит очень даже не дешево где-то стоит она новый компрессор в районе 44 тысяч рублей но быстро значит я пред вкушу там но на форуме я писал искал прочее в общем то я скажем столкнулся с этой проблемой перерыл достаточно много поставщиков и прочее можно было подобрать на алиэкспрессе какие-то китайские аналоги которые на great wall и по-моему great wall делает но подешевле они там районе там 1015 на это получались плюс доставка вот какие-то итальянские аналоги были и в итоге значит нашел я фирму серьезную вроде серьезная фирма такая но по-моему она единственная в россии по крайней мере единственная москве фирма которая специализируется на ремонте вообще вот систем кондиционера автомобилей в частности на ремонте компрессоров потому что принципе никто не специализируется на ремонте компрессоров в общем-то провинция или там периферия они что делают они снимают компрессор отправляют его на ремонт в общем то есть по сути дела наверное ну может быть их несколько но одна вот реальная реальная такая контора в москве которая в принципе имеет запас кондиционер компрессоров и занимается их ремонтом общем то я что скажу что вот этот компрессор новый новый не одеванный не пользованный компрессор правда он долго лежал ждал своего звездного часа на складах этого предприятия в общем то мне достался за 15000 ну разница вроде как существенная да чтобы у вас появился интерес именно скажем заинтересоваться этим видео и у кого возникает проблема я думаю может быть там вам помогут просто хочу быть полезным разница между 44 44 тысячами стоимость нового компрессора там в районе 20000 примерно стоимость аналога вот и 15 тысячами новый оригинальный компрессор который просто несколько лет пролежал на складе немножечко значит как мне сказали все что я пережил два переезда склада приехал вот такой вот сбоку бумаги пузырьках немножечко вот так вот он выглядит вот немножечко тут он вроде как царапанный слегка у него шкив ну в общем вот вот такой вот сам по себе сам компрессор компрессор на mitsubishi lancer двух литров 182 литра вот его обозначение вот и вот его индекс ну и дальше чтобы значит помощь была окончательно и понятная вот вот их не основной сайт аэс проф точка ру и автокомпрессор вот вот это вот сайт пор 3 где я заказывал запчасти дополнительные там вот я же покажу принципе фильтра-сушитель и пару прокладок вот они вот я их положил вот так вот чтобы было видно и понятно да сейчас уберу эту бумагу вот такой бумаги было заклеено смотрим опять таки кому это нужно указаны телефоны автоматика но серьезные ребята то есть принципе приходишь например и к официалам они говорят ну нет проблем хотя у официалов а у официалов такой была значит скидка 20 или 25 процентов на эти агрегаты и они предлагали его за 32 тысячи но все равно 32 тысячи дорого вот другие предприятия приходишь они говорят да мы принципе делаем следующее мы снимаем просто компрессор подбираем может быть ремень если вам очень нужна машина чтобы ездить хотя москвичи говорят например что это все штуки не совсем разумно то есть машину лучше поставить то есть принципе снимают компрессор и отправляет его просто-напросто на ремонт вот в предприятии автоматику и там его ремонтируют в общем-то говорю может быть есть еще какие-то предприятия которые этим занимаются ну так то вряд ли ну собственно говоря там александр самойленко спасибо ему отличный вроде бы такой дядечка который так аккуратненько быстро отвечает на вопросы пропомог проконсультировал то есть он сказал сколько нужно какого масла какой фреон счет долить фильтра сушитель менять или нет в общем то такие вот деловые линии привезли его на оплату новую соответственно сопроводительное транспортное накладное где вот итоговая сумма оказалась 15 500 500 рублей доставка до транспортной компании 15000 стоимость компрессора оплата через сбербанк плюс там какие-то вышли комиссионные и по моему получилось там доставка рублей 400 что ли в общем вот так вот вот данный компрессор вот в таком виде вот тут вот вот конечно он был не в коробке вот я так надеюсь все-таки вот такой немножечко пыльный я не знаю как он как бы в идеале выглядит может быть она в коробке весь такой завощенный так чтобы муха не сидела но на нем вот как бы видно мог сидели где-то там его дергали вот ну как бы следов крепления нету снова компрессор который но по нынешним временам если оценивать стоимость нового компрессора он получается очень дорого в данном случае вот вот так вот он выглядит компрессоры на по моему такие аналогичные тут ноут ландеры идут на лансеры это то что касается компрессора и сразу сюда же в общем то потому что официалы странным образом наш когда этот вопрос начинаешь там курить официалы странным образом почему-то не сказали что нужны пару прокладок но почему-то не сказали что нужен фильтр осушитель в итоге оказывается значит что в обязательном порядке в обязательном порядке нужны еще фильтра осушители вот почему что я стал консультироваться нужен он не нужен просто официал почему-то не сказали а те кто занимается специализированным ремонтом и заменой компрессоров они сказали но само отношение мне просто не понравилось того очень мощное такое отношение заходишь так через губу разговаривает нет тогда как бы никакого как бы не без царя в голове как это говорится непонятный такой порядок вещей хотя не чурки русские нормальные мужики так все так делают так нехотя так лениво это вот именно у специализированного там этого как это называется гаража ремонт компрессоров официалов как-то нет все четко ну возможно собственно у них нету такого может быть специализированного богатого опыта потому что почему то они сказали что нужно на щедание то послушали проверили сделали там диагностику сказать что нужно менять компрессор подшипники зашумели вот те тоже сказал что нужно менять компрессор зашумели подшипники но в чем-то совершенно ничего не сказала я о фильтре осушителей те сказали в в автоматике я проконсультировался Да, фильтр-осушитель нужно менять. Получается, что его оригинальный митсубисовский, лансеровский фильтр-осушитель стоит 7500. Ну, дофига. Естественно, я там посмотрел, какие фильтры-осушители выбрать. Там есть они, по-моему, дешевые, китайские, а 1000 рублей. И вот, как бы, доходят до... доходят до вот этого вот, который называется... Как он, где? Хэлла? Бехар Хэлла. Вот он, Бехар Хэлла. Он получился вот в порт-3, почему я и написал. Вот здесь вот я его заказал. В порт-3 он получился у меня, ну, не знаю, где они там есть, нету. Ну, и есть, по-моему, федеральная система, там, у кого-то есть представительство, а нет. В Экзисте посмотрел, там, в Автодоке. У них там были дороже, они там где-то стоят в районе от двух до четырех тысяч. Ну, при том, что оригинальный стоит 7500. Ну, Бехар Хэлла, Хэлла нормальный. Фильтр-осушитель. Вот. В общем-то, суть дела такая, что оказывается, его нужно менять, потому что при вскрытии системы, при замене компрессора происходит его, как бы, завоздушивание и нарушается какая-то там структура, внутренняя работа. Не очень я, честно говоря, знаю, как он там устроен. Но что-то с ним происходит. В общем-то, и получается, что попадаешь вот на такое вот количество денег и такое количество запчастей. Вот. Он обошелся мне, по-моему, в районе, вот, в порт-3 в 1900 рублей. Вот он. Вот он, Бехар. Бехар Хэлла. Это был из неоригинальных, как бы, самый качественный, потому что он стоит тоже от двух до четырех тысяч. Вот и объясняю, например, вроде бы как. Ну, а дальше остальное, получается, значит, уже смотрят они там состояние фреона, масла, прочее, если при необходимости долить фреон, при необходимости нужно долить масло, если фреон получается, потому что фреон масляная система, оно с маслом вместе, то есть, вот здесь вот находится внутри там какое-то количество масла, вот, при подключении, значит, это масло гоняется вместе с фреоном, компрессором, значит, оно там, этот, отжижается, фреон, как более легкая фракция, уходит как-то вверх, масло, как более тяжелое, оседает в компрессоре. В общем, в принципе, вот такая вот штука, то есть, получается, фреон гоняется по системе вместе с маслом, эти все фигней, это все это смазывается, вот, то есть, получается, если там какие-то продукты разрушения, то фреонно-масляная система, поскольку она обтекает подшипники и смазывает, то скорее всего, может быть, например, засорена, тогда нужно систему промывать, как бы дополнительный гиморр, но если не успели разрушиться подшипники, там не сгорел компрессор, там не полетели куски, вот, то нормально, поэтому систему не вскрывали, частоту фреона не проверяли, и трудно сказать, просто смысл такой, потому что все объясняют по-разному, да, и получается такая противоречивая информация, смысл, в общем, в том, что фреон вместе с маслом проходит через вот этот компрессор, вот, потом, значит, получается, в результате сжатия фракция разделяется, фреон уходит в систему радиатора на испарение, а масло там каким-то образом отбивается и оседает в подшипниках этого компрессора, как работает этот фильтр-росушитель, я не знаю, вот, но, судя по всему, как-то он там работает, вот, вот такие вот две прокладочки, тоже не знаю пока, честно говоря, куда, вот одна прокладка, и вторая прокладка, которую официалы сказали нужно заказать, потому что при замене где-то там они их меняют, опять-таки, я говорю, вот сказали, вот эти две позиции, но они стоят там, в принципе, в районе там 70-80 рублей, поэтому как бы особенного ничего нет, просто их нужно поменять, вот, и сам такой фильтр, честно говоря, не произвел такого на меня особого впечатления, какого-то такого изделия, особенно крутого, обычная, резвзяка, конечно, получается, иномарки дело хорошее, потому что они надежные, они ездят долго и не ломаются, но когда они ломаются, то становится сразу грустным, потому что вылетаешь сразу на какую-то существенную сумму денег, вот, вот и все, как-то здесь нету никакого тиснения, гравировки, ничего, единственное, что вот тут вот такая наклеенная этикеточка, на этикеточке написано вот это вот, но это я подбирал сам, надеюсь, что я не ошибся, в принципе, подбирал, исходя из, кто не знает, у Exista, у них, значит, вы когда смотрите, оригинальный каталог, в оригинальном каталоге, на любые автомобили, в оригинальном каталоге, входите, регистрируйте, ставите там логин, пароль, входите, и у них есть деталировка любой машины, вот, и вы смотрите деталировку, деталировка их раскидывает, и вы, в принципе, там дальше по позициям выбираете то, что вам нужно, если кто-то, например, не знает, то, и вот, я имею в виду, что пользуйтесь вот этими вот каталогами, тут вот, вот что-то было вот странно, да, вот, как бы, вот, что-то было приклеено, насчет вот, вот этой детали, вот, вот, черт его знает, вот, честно говоря, вот, что-то вот было здесь приклеено, вот, сверху, вот этой вот этикетки нет, хэла это или не хэла, трудно сказать, здесь вот, вот такая обычная вот этикетка, здесь коробочка хэла, тут вот такая вот фигня, в общем, вот такая вот невзрачная железячка, цилиндр, в принципе, который вроде как ни на что не влияет, но в то же время он нужен, вот, который оригинальный почему-то стоит 7,5 тысяч, хэла стоит 2 тысячи, но китайский стоит тысячу. Вот, собственно говоря, все, что я хотел рассказать. Если кто-то сталкивался, потому что я, когда написал на форуме, да, вот, форум экзиста, там, еще где-то там просмотрел там все эти разные эти штуки, ну, кто чего, кто чего там, собственно говоря, кто-то, например, говорит, что, может быть, начинают вибрировать подшипник там, вот, шкива или еще что-то, ну, собственно говоря, как-то, вот, я не знаю, вот там, там, наверное, есть внутри, это детали отдельные, то есть отдельно шкив, отдельно вот этот вот, я не знаю, как он там, маховик, так его назовем, да, там тоже стоит подшипник, ну, и подшипники стоят внутри компрессора. Ну, как специалисты говорят, что вот можно вот эти детальки, они дешевле заменить, и, возможно, пройдет, уйдет вибрация. Но дело в том, что, в принципе, вибрация начинается, вроде бы, как вот отсюда, вот, когда там какой-то износ подшипника и передается сюда. Ну, теоретически, да, как бы, компрессор не снимали, дефектовку не делали, поэтому, в принципе, я решил, вот, взять сразу новый. Потом, когда снимем этот компрессор, я просто его, может быть, разберу сам для интереса и посмотрю, какой подшипник там будил. В принципе, вот так вот, если крутить, шкир вроде крутится ровно, вот, эта штука, не знаю, можно его крутить или нет, но там такое упругое движение, упруго-маслянистое внутри движение, вот, ну, и тут какие-то вот штуки, здесь, наверное, залито масло, вставлены пробки, пробки закрыты, ну, собственно говоря, вот так вот. Значит, резюмируем. Вот так вот выглядит железяка, вот так вот выглядит железяка, так выглядят прокладки, вот так выглядит сайт, вроде бы, толковых ребят, которые занимаются ремонтом компрессоров и подбором компрессоров, они могут их отремонтировать, у них есть запчасти, то есть, в принципе, самое, может быть, простое, если, скажем, вот ситуация такая, ахтумг, да, то есть, это просто-напросто снять компрессор и отправить, договориться, отправить транспортные компании вот сюда. Делают быстро, как ни странно, собственно говоря, там, выставили счет, я его пошел, оплатил буквально на следующий день, они пришли деньги и буквально, ну, в тот же день или на следующий, например, они его отправили, то есть, ну, вся процедура, там, наверное, от договора до получения заняла, там, примерно неделю, хотя вот керосиновую лампу я вот жду неделю, неделя прошла и пока, как бы, еще вот, ну, особенно только-только отправили. Так что быстро делают, ну, в любом случае, не ускорится это, значит, получается, что компрессор вам все равно нужно снять, компрессор нужно отправить или привезти, если вы в Москве, то проще привезти, если в другом городе, то отдать ее в транспортную компанию, отправить, они его отдефектуют, отремонтируют, вернут, обойдется это те же самые на тысяч, ремонт тысяч в десять, но в любом случае, десять тысяч, это не сорок, пятьдесят тысяч за новый компрессор платить. Он придет обратно, я думаю, что, ну, ну, может там в течение недели, десяти дней, наверное, может быть, все это там проходит, потому что сама процедура ремонта день-два, день-два занимает, ну, плюс транспорт три туда, три обратно, ну, вот и смотрите, в общей сложности вылазит, например, шесть, там, шесть-семь дней вылазит на доставку туда-обратно, на прогон. Обычно, например, тот предлагает подбор ремня меньшего диаметра, потому что система работает, как бы, все ремни через вот этот шкив, вот, и на генератор. То есть, этот шкив компрессора убирают из общей системы, ремни, да, делают ремень короче, так, чтобы работал генератор, машина работала, машина ездит без этого компрессора. Ну, в принципе, как москвичи сказали, говорит, ну, мы, говорит, такими, вроде бы, по возможности извращениями не занимаемся, просто, говорит, нам машину пригнали, с компрессор сняли, машина там день-два постояла, компрессор отремонтировали, поставили на место, все. То есть, говорит, ну, зачем? Если из другого города, да, и отправлять компрессор, то возникает такая проблема, вроде как, ездить надо, а процедура немножко затягивается. Собственно, все, что я вот хотел сказать, чем мог помочь, потому что, думаю, вот неожиданно совершенно, да, я был абсолютно уверен, например, вообще в добротности, в качественности лансера, я и сейчас, в общем-то, уверен, но вдруг, вот вдруг, как ни странно, он даже не вышел из строя, он условно, он работает, и как холодный воздух он гонит, прочее, вот, причем были сомнения, ну, завибрировал, то есть, при включении нагрузки на компрессор, такой, появляется звук, появляется звук, они там, слушали всеми этими, там, как он называется, стетоскопами, там, таковы до уровня шаманства, ну, хер его знает, буду надеяться, что они не полные, все же таки дебилы, вот, и реально знают, чего говорят, ну, в общем, такой появился звук, нагруженность, нагруженность, механическая нагруженность внутри в корпусе компрессора появилась, вот, а в силу, так сказать, нынешнего курса и вообще нынешнего положения, да, вот, вышел он, так сказать, крайне сам по себе стоит дорого, и, наверное, я думаю, ну, дай бог ребятам, потому что, вроде бы, я, конечно, не специалист такой, чтобы сказать, он новый или нет, ну, в общем-то, люди порядочные, говорят, новый, просто новый, просто он, скажем, вот, лежал, он лежал там какое-то время, тут вот есть у него какие-то, вот, видите, как, скажем, может быть, вот, вот, по косомости, ну, вроде бы, как гаек, присоединения, выработки шкива, ничего нет, просто видно, что вот где-то вот он лежал, он говорит, ну, ты понимаешь, в конце концов, это на его работоспособность не влияет, лежал он просто вот на полке, лежал, лежал, все по старым ценам, поэтому возникает эта ситуация, не шарьте, я перешарил, ну, много чего, в принципе, наверное, есть, может быть, кто-то, кто берется за ремонт компрессоров, ну, вот, даже регионы, даже Самара, например, да, отправляет вот сюда, хотя в Самаре есть тоже какие-то специализированные центры, но, честно говоря, я не уверен в их компетентности, вроде бы здесь вот, как бы, люди знают свое дело, это просто запчасти. Все, всем пока, в общем, потратил усилия, специально думаю, ладно, надо снять, потому что, когда я столкнулся с этой проблемой, оказалось, что, ну, особенно умных советов получить нет кого, просто-напросто, вот, как бы нету ситуации, все свои, там, какие-то такие сомнительные, сомнительный опыт передают по кругу, и от которого, скажем, реальной пользы я никакую не нашел, ну, кто-то что-то делает, снимают люди, снимают, разбирают, пытаются выпрессовывать подшипники, теоретически можно снять, разгерметизировать, но это снять нужно, разгерметизировать всю систему, разобрать компрессор, вылить масло, и начать смотреть, хотя сама по себе, как бы, внутренности, да, требует высокой квалификации, ибо достаточно сложный агрегат, и для его ремонта, ну, нужен опыт. Вот, ну, пытаются вот тут вот что-то в шкивах там что-то делать, да, ну, опять-таки, смысл какой, да, когда стали диагностировать, проверять, шкив вращается, потому что здесь какая-то вискомуфта, она, по-моему, электромагнитная, что ли, да, вот электромагнитная вискомуфта, или просто муфта, вот она, судя по всему, как-то срабатывает и прижимает, и шкив вращается, и получается, что, в общем-то, муфта, она или горит и перестает прижимать этот шкив, там, то ли вискоматериал, то ли магнит какой-то там у нее перестает работать, то есть она прижала и шкив пошел работать то есть судя по всему она там работает как-то исходя из какого-то своего там алгоритма ну наверное вот так вот что ли она там прижимает этот вискомеханизм он говорит, ну она у тебя работает, включается вискомуфта работает выключается, прокручивается то есть здесь никакого износа как такового в самой муфте нет износ подшипника тоже маловероятен в принципе как ни странно вдруг появилась вот вибрация в самом корпусе, поэтому ну вот масса всяких таких, я смотрю там каких-то таких было советов по поводу того как разобраться с вот этой деталькой но эта деталька она стоит дешевле там тысяч по 6 каждое, тысяч там 5-6 стоит этот шкив 15-6 стоит вискомуфта вот, а это компрессор в сборе, компрессор в сборе стоит от 32 до 44 тысяч, вот официалы за 32 тысячи компрессор в сборе предлагали ну вот я нашел его за 15 вот здесь еще раз не реклама просто опыт опыт, который мне пришлось в общем-то самому ломать голову несколько дней там часами сидеть шурдить писать заявки переписываться созваниваться тратить деньги на телефонные переговоры да, и в общем-то я просто облегчаю вам жизнь ну, скажете спасибо и то хорошо в общем, все, всем пока спасибо спасибо спасибо